Всем привет, ребят! Добрый день! У меня утро начиналось с того, что я уже съездила на автовокзал, купила билеты. Причем ездила в непотребном виде вообще. Ездила в шубе без шапки, думала тепло. Судя по ветру, который поднялся, вообще не тепло, ужасно холодно. Поэтому я зашла переоделась, шапка, рукавички, все до кучи. Вот, мы сейчас идем с Кариной там прогуляемся немножко с Радюхой. Но долго тут не погуляешь, действительно. У нас сейчас 12 часов дня, но почему-то горят все фонари. Я, собственно, не понимаю, почему. Они и дальше там горят, и там. Что это значит? Тумана не было. Ну, что-то случайно включил. Вот, друг, если кому-то интересно, сколько стоит билет до Днепра-Запорожья, стоит 62 гривны. Это на двухчасовой автобус. То есть мы в 7.05 выезжаем, начало 10-го там. И, ну, там добраться где-то, может быть, полчасика максимум. И все, и мы на месте. Тоже так уже жду этого события, потому что такая девчонка классная приезжает с мастер-классом и танцевать хочется. Каникулы-то еще у нас продолжаются, и мне это не сильно нравится. И поэтому уже хочется начать танцевать. Я тоже и конкурсом отолю себе, и физически, и морально. Вот, а это будет очень классная такая вот разминка, новый опыт. Это всегда здорово. Ребят, сейчас будет мега простой рецепт, очень простого и вкусного ужина, для которого я беру 2 кусочка куриного филе, заморозку овощную, можете брать любую, черный перец, прованские травы, соль, сливки. И к такому горячему я считаю, что лучшие гарниры это спагетти. Тут, конечно, у меня огромная упаковка, я буду варить половинку. Вот, и на сковородку уже налила растительное масло. Уже можно включать огонь, разогревать потихонечку. И нарезаем мясо. Я буду нарезать вот такими вот длинными-длинными полосами. Мне так больше нравится. Мясо потихоньку обжариваем, и я предлагаю его немножко посолить, потому что так будет лучше. Я всегда мясо немножечко отдельно солю. Не сразу совсем блюдом, а еще отдельно. Вот, мне кажется, так оно тогда получается вкуснее. Перемешиваем и даем так хорошенько мясу прожариться. Почти до готовности. Когда мясо обжарилось, мы его перекладываем пока на отдельную тарелочку. И высыпаем в сковородку заморозки, где-то полупаковки. Здесь упаковку не нужно, потому что ее достаточно много. То есть мы таким образом ее немножечко размораживаем. Ну, я и овощи чуть-чуть подсолю вот отдельно. В общем, овощи у меня уже все разморозили, готовы. Теперь к ним можем обратно добавлять наше мясо. Вы можете резать мясо вообще как вам угодно. Мне так нравится. Теперь просто все заливаем сливками. Я выбрала 15%. Можно 10% взять здесь. Ну, просто заливаем это все сливками. И вот на этом этапе уже присаливаем чуть больше. Добавляем черный перец, прованские травы, там или орегано, хмели-сунели. Все, что у вас есть. У меня, кстати, есть все из вышеперечисленного. Но почему-то мне хочется добавить сюда прованские травы. Ну, это очень нежно получается, очень вкусно. И это можно сделать не только с курицей. Вы можете это сделать с морепродуктами, с какой-нибудь рыбкой. Тут уже так более вычурно с кальмарами. Ну, вот, собственно, и все. Хорошенько перемешали, убавили огонь. И пусть блюдо себе потихонечку тушится. Но спагетти я сварю попозже, потому что мы еще заниматься будем. Хочу, чтобы они были свежие. Ух, я сделала все свои упражненьки на сегодня, слава богу. Я хочу вам показать картинку, по которой я сейчас сделала небольшую растяжку. Но она мне позволяет держать себя в тонусе. Как бы прям конкретно я не растянусь с помощью нее. Хотя я стараюсь, но... Вот, вот такая вот. Кому интересно, ставьте на паузу, скриньте или пишите мне, я скину вам картинку. Вот, неплохой такой комплекс. Нашла его в Пинтеристе, кстати. Как и многое-многое другое. Очень полезное приложение для меня. Так вот, я позанималась, приняла душ, смыла косметику. И как раз хотела поговорить про брови. Потому что те, кто на меня сейчас в инстаграм подписан, знают, что я делала опрос сегодня. Спрашивала, кто вообще делает это окрашивание бровей, нравится ли. И в общем, мне там очень многие отвечали. Спасибо вам тоже за активность, за ваши комментарии, за ваши рекомендации. Да, я просто задумывалась, сделают ли вот это вот окрашивание бровей хной сейчас. Или там чем окрашивают. Наверное, хной окрашивают. Ну, тут стоит большое но. Даже их несколько. Не выщипают ли мне полностью все мои брови? Не будет ли такого, что я отдам деньги за два дня, и так она смоется даже при уходе? Не разочаруюсь ли я, когда увижу, что у меня сделали два каких-то топора ужасных. Хотя, вот, ну, хочется попробовать коррекцию, чтобы брови были более ухоженнее. Чтобы вот без макияжа ты смотрелась как бы более... Ну, да, ухоженно, опять же, повторяюсь. Потому что вот брови делают лицо, я согласна с мнением многих. Но вот хочу сейчас послушать ваши советы, почитать ваши советы в комментариях. Вот что вы мне напишите. Делаете ли вы вот это вот все дело? Как долго держится у вас хна? И вообще рекомендуете ли вы? И если кто-то из Запорожья знает очень хорошего мастера, поприсылайте мне, пожалуйста, страничку там или напишите в Инстаграм. Потому что хочется попробовать. Как бы на это денежка есть. Вот, почему бы нет? Если в 21 веке можно как-то вот немножечко облегчить себе жизнь. Потому что я, ну, когда делаю макияж, обязательно крашу брови. Всегда на это у меня уходит как бы не минута, но подольше я это делаю. Все-таки трачу время. Вот. А если можно ходить с красивыми бровями, придя раз в месяц вот там куда-то там к мастеру, я готова за это отдать деньги, готова получить результат. Только если хороший. Потому что, с другой стороны, как я вижу, у некоторых девушек мне в обиду. Ну, это какой-то ужас. Или мастера криворукие, или я не знаю, что. Тут вот так вот ровно. Вот это черное. Вот так вот, знаете, как Angry Birds. Какой-то кошмар. Абсолютно не идущие к лицу брови. Видно, что они вот так вот нарисованные. Не хочется никого бить, потому что некоторые реально ходят как Angry Birds. Вот так вот. Хотя, ну, мне кажется, это мастера криворукие. А девочки так и ходят дальше. Что, не исправить ничего? Или им это нравится? Ну, я не знаю. Я за натуральность. Я люблю, когда делают натурально. Я видела, что есть работы, где делают очень красиво. Но мало ли где я их видела. Мне бы, чтобы в Запорожье был такой хороший мастер, а пойти кому-то отдать деньги и выйти от каким-то ужасным уродцем. Мне хочется совсем. И чтобы мне еще выщипали все мои брови, знаете. Вот выщипают, подкрасят, а потом оно за два дня смоется, и останутся вообще вот так вот, черти какая. Вот, поэтому напишите, стоит ли делать, не стоит ли делать, и последуйте мастера. Да, это на меня влияет очень сильно, 21 век. Да, потому что вокруг столько всего, все это делают. Ты сидишь такой и думаешь, блин, вроде бы деньги на это есть, что ты этого не делаешь? То ли страшно, что тебя изродуют, то ли еще что, то ли как-то по старинке скрасишь брови и так просто. Только напишите меня за микроблейдинг, потому что это вообще никак не касается моей темы. Я считала, что эта процедура больше для тех, у кого вообще нет бровей. Вот, набивать там конкретно форму. Меня моя форма, в принципе, устраивает, и микроблейдинг это не про меня. И там вот эти вот другие процедуры, какое-то там ламинирование бровей тоже. То, что уже более затратное, вот это я уже себе не могу позволить. Если я окрашиваю, не могу позволить, то следующей процедуры по финансам нет. Вот, там какие-то там, да, долговременный укладка или что-то такое. Я вообще, честно говоря, не вникаю особо. Не знаю, что просто это мне не по карманусь, сейчас поэтому нет смысла этим и интересоваться. Потому что из всего, что делаю в салонах, это гель-лак, это чистка иногда, это стрижка волос. То есть дальше я не хожу, а там кто-то столько всего делает, ресницы наращивают, и брови, и губы, и... Ну, естественно, я этого делать не хочу. Это для меня совсем перебор. А вот с бровями хотелось бы поколдовать, но не хотелось бы превратиться в ужасного ломика. Вот, поэтому жду от вас реакции. Можете посмотреть, что я темнее сейчас стало, но, наверное, вам не сильно видно. Вот. Сегодня был прикол тоже. Я сделала обертывание с глиной, и только потом, когда я его сделала, допетлила, что, скорее всего, эта глина сейчас выведет автозагар. И каково было мое удивление, когда я смываю глину, у меня как чулками, знаете, осталась вот линия, где автозагар выше колена. Чуть выше, да? А дальше, где вся ножка, все белое. Я такая, господи! Ну, я быстро намазала автозагар, он все-все равномерно распределил, где так, как и не было. Но это было очень забавно. Вот глина моментально это все убрала. То есть, если вдруг захотите быстро избавиться от автозагара, голубая глина вперед. Все, прям моментально вывела. Вот это я понимаю, действует штука. Но так лучше не делать. И завтра нас ждет не только мастер-класс, а еще и поход в театр. Ну, не при Петровске, а у нас в Запорожье. Пока не буду говорить, куда мы идем, на что идем, потому что там очень необычно что-то будет. Но не знаю насчет того, будет ли завтра видео. Может быть такое, что видео выйдет в воскресенье. Вот. Ну, я вас предупредила, если что. Просто я могу очень поздно домой вернуться и уже не буду монтировать. Вот такая вот у нас креста получилась. Я еще решила посыпать конжутиком чуть-чуть спагетти. Конжут у нас, кстати, мы его давно показывали, еще с магазина Royal Forest. Предупредили, пожалуйста, вытрить бороду. Ты видишь, сливка хуже. Ну, вытрить. Ладно, всем приятной аптиты. Сейчас попробуем, скажем, как на вкус получилось. Очень вкусное блюдо, ребят, получилось. Блин, как у меня большое лицо на камере. Не в жизни. Я хотела сказать пару слов о бабушке, что у нее там проблемы сейчас с давлением. И, возможно, завтра мама поет уже в Днепропетровск. Ну, я не знаю, точно это или нет, но она тоже хотела приветствовать бабушку. Не знаю, получится ли у нее просто. Тоже вот как так получается, что давление такое. Может быть, она сильно переживает там по поводу видео, там идти по ссылке и все прочее. Знаете, как-то волнуется или просто бурно на все это реагирует. И это как-то сказывается на здоровье, на давлении. Людям, у которых давление, им же надо вообще покой постоянно, там и все такое. Им надо лежать, не нервничать. Релакс, короче. Chill out. А вот от этого постоянное буйство, наверное, на нее влияет. Надо беречь себя и не нервничать, стараться. Кстати, по поводу нервов. Я сегодня допила последнюю таблетку бифрена. Ну, как-то не. Первые пару дней там было что-то, что мне стало легче. А сейчас так-то, но и продолжается. Я начну сейчас пить медь и магний. Посмотрю, как они будут на меня действовать. Вот. А потом, если что, пойду снова в больницу. Ладно, ребят, я буду потихоньку вещи собирать, форму, готовиться морально. Поставать буду очень-очень рано. Поэтому увидимся с вами уже или завтра, или послезавтра. Всем хорошего настроения, до новых встреч и спокойной ночи. Пока-пока.